здравствуйте дорогие друзья телезрители и гости канала про окея мы можно сказать не очень не неожиданно и сегодня у нас и не запланированное посещение данного магазина все по одной причине то следит за нашими новостями вчера узнали о нашей хорошей новости то что мы приобрели по рамкам фототехники бюджетную камеру от sony компания sony она подразумевает эту маленькую камеру как блогерской именно заточенным под нашу деятельность как раз мы соблазнились рекламы и купили эту камеру и не удержавшись мы сегодня приехали для вас снимать обзоры икеа у тебя так это все выглядит волшебно приехали как будто икея в пяти сантиметров пожалуйста здравствуйте вы нас смотрите продолжаем диалог познакомились с ларисой из нижнего новогорода на большая молодец просто приехала в икею погулять на самом деле за вдохновением сюда приезжать можно так я сбилась смысле а дмитрий юрьевич сказал так легко хоп купили бюджетную камеру примерно так за 200 рублей хоп приехали в нижний город у нас тут он за 100 сантиметров а бюджетная камера чтобы вы понимали это просто день для тех кто я имею ввиду понимать то даже не в теме по сравнению повторюсь да в сравнении с тем сколько стоит хорошая фототехника видео техника это же это но не знаю но это мыльница должна считаться того но в общей стиши мыльниц нет сера фотоаппарат ну стоит 60 тысяч вы купили я там написал марку модели новостях могут закупить это человек микрофон могут загуглить в общем у дим приехал вчера новая камера камера sony блогерская за 60 тысяч в чем фишка а то камера на которую мы снимали помните как то мы делали полтора года назад сбор она стоит около стоило около 100 тысяч рублей мы покупали раза раза плохо держит фокус но шикарно дает заднюю картинку и звук с ней шикарнейший объемные все классно не буду считать что я промахнулся с техникой данная камера очень хорошо снимается стати вот когда я вот так стою да и максимум головой крючок это сравнение экшен которую мы за 50 покупали после того как в крыму а камера улетела в небытие все классно держит фокус но зараза перегрева перегревать в любой момент отключается звук у нас был вариант либо купить эту sony либо не покупать ничего потому что на текущий момент камеры полнокадровые от 300 тысяч рублей полным более-менее начинается комплект ну извините ребят мы с вами еще не такие огромные чтобы покупать такую камеру поэтому камеру купили в бибику сели как говорится как обычно спонсор про икейса и берин волос сели в прайм пригнали за 300 километров поснимать для вас материалы и обзор все поэтому блогером быть это да это как минимум коллекция дома всяких видеокамер это в любом случае и одна штучка вы столько денег так а в общем друзья мои давайте при люди наверное все хватит тоже слишком большая при люди получилось почему мы сегодня снимаем и данные разговаривали а все узнал потому что одна подписчица написала а что вы скажете про этот шкаф а я ни слов ни духу моего я видел можно потому что это это новинка и в реке нижний ноготь она совсем недавно появилась мы и вообще ни разу не видели не нюхали не трогали ни разу никто не заказывал мало то скажу я собрали на самом деле неделю назад то есть мы уже тот момент уехали из нижнего и такого товара таком функциональности уйти не было никогда мне когда дима подвел ягру и чё а хотите покажу и чё вот моё первое впечатление смотря по картинкам на сайте я думал он будет размером одинаковые по ширине по высоте по глубине схем носом который крупные а вот он где-где-где-где-где-где-где мая вот он надо да да вот я думал он один в один будет до оказалась мне для такой был впечатление оказывается нет он выше шире и кстати низ тоже выше он весь весь он совершенно другой также первые мои впечатления были судя опять же по картинке что вот это хрипкая дверка будет из тоникового что-нибудь шпона сделаны как например опять же сравнивая скрыть ехал обострать шкаф нет я не еду обострать шкаф я ехал с это с любопытством а что это за новый такой вот у нас вот притом такая форма дверей кстати вот на моей памяти у кейта первое можно такого не можно не делал открывать давай у меня дима подводится к шкафу говорит изучая сейчас будем снимать я подхожу за хрень счет такой не дает договорить юрий вич купим не шкаф это уже в новый дом первое что смотрите детально хорошие петли идет прорезиненная вставка чтобы не было в щель не проходил я подразумеваю как пыль ну да то есть более такой вот давай покажем вот она вот вот она вот она это фокус этот быстрый фокус вот она здесь петля 1 2 3 петли вот так эта дверка раскладывается и знаешь что меня удивило он бесшумный то есть это можно делать спальне даже когда кто-то спит плюсом к этим дверкам я также переживал что она будет капризно открываться к хэмнессу потому что хамнессу дверка вот гуляет да она гуляет 1 гремит и хэмнесс очень требовательно где-то кровному полу давай эксперимент проведем я резко закрою шумный я боялся что это шкафы да у нас следует примерно такую же болезнь как у хэмнессу но к сожалению часть были чаще что эти дверки работают совершенно по-другому все плавно мягко закрывать и соответственно они снабжены петли плавным закрыванием оля доводчиком закроет и мы сейчас это еще раз покажем вам закрой она сначала вот не до конца то сама закрывается ты вот так свой допустим ты в порывах страсти за открой 2 створки и так просто брось вот она плавно закрывается доводя вверху туда куда надо так теперь давай уже по ценнику пробежимся и по материалу стоит 30 тысяч если мы говорим про темно-коричневую маринку цвет белый 28000 здесь за счет материала давай разбираться что зачем и почему размер 121 на 211 двп сотовидный бумажный наполнитель местами у нас то есть это все отделано буковым шпоном отсюда разница в цене по сравнению с белым массив дерево смесь получается двп сотовидного бумажного наполнителя и массива что вообще реально классно и красиво кто помнит была такая шикарная темно-зеленая у икея серия тоже было полосочками помнишь гардероб был такой под ретро с открывающимися но давно лет семь восемь назад вот у него был точно у него была точно такая же штанга ну что он был хамус и хамус такая но он очень напоминает по стилю два металлических крюка и из массива из капитально сделанного штанга то есть можно на самом деле повесить очень много понятно что если вам неудобные у вас есть длинные вещи это например семейный шкаф то длинные платья будет не камильфо хранить здесь у нас получается фактически один два три четыре пять условных шесть полок это с учетом верхних полок которые еще при этом вот это полка вообще не съемная на является ребром жесткости вы никуда не денете это очень это вот эта сама система вот это хранение пол и до полочки да у нас левого пакса это как будто бы резали у вас есть длинная одежда то вы можете правую полочку убрать и переместить в или в этот отсек или спор или пониже давай покажем чё пить они здесь немного другие они отличаются от базовых которые привычные главы в укеан это били да это били все уже то я знакомы с этим и пачка вот они по моему пакса таких нет пакса а может быть и у пакса так давай вот здесь заглянем жалко не белый шкаф дай вот как раз этот пластик да и не дает дверкам бомба в внутреннюю что слышно я думаю мы к этому шкафу сейчас еще до снимем уже одно кровать очень кому с не задней стенкой я думала белая красота смотрите она уригинально как у кихом носа тоже мы хотя не видно но это такие дыш мелочи эстетики очень надежно выглядит так вот для меня для боевизовала более надежного я ничего не вижу какие даже пакса с этим я уже разнравился на пойдем покрытие а вот это толстый но пойдем к паксу сходим в любую полочку возьми у пакса вот такие чё уже пластик нет наш пакса на самом деле конструкторы я не считаю что их можно сравнивать эданс можно составить в серию с кроватью и комодом сейчас в принципе пойдем покажем кровать и кому что вам не будешь дать поворачу спорить но после время пакс страдает по каркасу страдает но бюджетный качество очень страдает за 30 тысяч можно интерес не собрать по внутреннему наполнению кстати мы не сказали с тобой у нас там бы стратегическая ошибка мы не сказали про глубину и при этом глубина дмитрий юрьевич не прописано нигде так мы будем ориентироваться на хэмнос они с хэмноса в принципе в одну параллель глубина 59 у хэмноса в одну параллельку стоит ну да получается тоже 60 59 сантиметров слушайте вдруг уже у кого-то есть шкаф такой покажите хоть фоток что ли живых пришлите а то мне купить не дает такой шкаф но мы это со временем но я уезжал бы сейчас поставила вот такой бы шкафчик бей бей коричневый коричневый коричневым по брутально смотрится ну да подумай так мы переместились в отдел спальни хотел сначала показать тумбу но там очень много народа кстати новая постелька надо сейчас ее будет найти в новинках обозреть интересный мужской такой мужская расцветка а кровать и dance а сейчас кровать и dance по икеа family продается совершенно недавно почему попала в икеа family все просто на самом деле запланированный план продаж который был по данным кроватям не соответствует действительности так и dance у нас двух размерах метр шестьдесят и метр восемьдесят метр 40 у икеи сейчас все меньше меньше остается кровати цвета 2 также как у шкафа это коричневая морилка то что мы с вами сейчас смотрели шкаф и чисто белый белый бюджет не всегда это стандартно так пойдем сюда и здесь где-то обнять припугаюсь что ты так изголовье у нас из таких вот палочек состоит это и легкость кровати дает вообще несмотря на то что кровать довольно таки такая ну плотная массивная за счет того что она стоит на ногах и у его изголовье из палочек она смотрится более воздушной то есть про нее под нее проникает воздух и она уже другой объем в себе несет очень хорошо закруглены углы ему проект в принципе же рассказывали в одном из обзоре новинок но тем не менее повторимся то есть кровать в принципе безопасны удобно с точки зрения уборки за что исключите питание ответственно заявляю что это самая высокая кровать пути да это именно для тех кто любит повышен кому нужна старая такая вот ну как бы раньше же были высокие кровати давай вовнутрь заглянем правда я попробую здесь реечное дно ланцет вот я не вижу сколько там регулировок я ищу один на 2 ста я ему думаю 2 наверно 3 она на средней я на грязном тренажере плаваю мало сейчас мы поправим димка это не я это за меня показал в общем внутренностью видели что хорошо данной кровать смотри у меня на самом деле очень широкая боковая обвязка улетает попу кровь небольшая перестановка в отделе происходит очень хорошая боковая обвязка смотри то есть здесь больше двадцати сантиметров значит что можно будет положить на самом деле любую матрас и если вы подошли дно по моему этой кровати должны быть выдвижные ящики позиции пока еще это возможно они где-то в проекте есть на сайтах есть но здесь пока представленных нет чтобы показать могли именно под нее ты имеешь ввиду да нет именно под нее нет значит сюда можно на самом деле с учетом того что регулировка речного дна три положения имеет даже тонкий матрас положить если вы не хотите вот на такой высоте спать вы можете положить и первый полиуретановый матрас свои 10 сантиметров но главное дно поднять на максимум тогда будет нормально так давай дальше разбираться микрофон поправь это тряпку блин аксессуар на руку речное дно вот жалко не вытащить его он речный ночью сказал изголовье и вот как бы теперь на обратную сторону что там это а что нет нет здесь все так приходит получается в разборе то есть вот эта планка соединены вот с этими и вот с этой частью дальше уже идет соединение то есть вот эта часть накручивается вот это ну это получается что-то подобное по сборке с нашей кровати да но попроще потому что здесь вот не достанешь и не загляну и не с той стороны тоже самое то есть она более простая сборку да так кому мы к нему не подберемся пока еще стоим у кровати у меня есть с тобой опыт но использование этой высоких кроватей с широким потолчение матраса в хилтоне повода мы с тобой были знаешь она лучше чем пониже конечно но не такой степени что ноги висит ну да вот смотри то есть вот так вот допустим вот создавая смодели ситуация вставить вставим перед кроватью призем как лечь вот удобно так удобно тебе сейчас придется запрыгивать немножечко да да то есть например если роста меньше либо это ребенок либо эта женщина в положении либо человек в возрасте это неудобно сначала вот так по-другому в нее просто не залезть либо матрас нужно здесь у вас один самый кусочек матраса а вот сам десант который стоит у нас дома но вставать труднее с этой кровати как бы свалился и уже тогда ну да вот за счет этого я вот за счет то что она высокая вставать удобно а ты вставать будешь утром быстрее и быстрее а комфорт не может так сказать слазить комфорт с кровать то есть тебе можно пендаль для ускорения быстрее до хочу я тяжелый мне не только пендаль нужен и все остальное хватит ржать у нас и немного ржать и опять а то так и до подливки дойдем вообще их этих а то там чувство верующих заденем опять и данные ребята данная сейчас эта кровать метр шестьдесят и метр восемьдесят коричневый белый цвет это кому-то кому-то 4 ящика и если я не ошибаюсь вот там стоит тоже и данные с белый как хаммис кстати а может быть комода мы поищем на выставке среди комодов мне кажется удобно высоко немножко огорчу еще только делают выставку я пробежался еще не представлена баке нижний ногой интерьера с этой серии в общем но я вам покажу чтобы не обманывать вот там стоит много людей и мы ждем когда они все уйдут и мы наверно продолжим там очень много народа они никуда не дают поэтому не пропадайте не уходить далеко мы шанс вернемся пока нет никого бы прям быстро быстро да без прелюдии прорвались финалку на другом месте писать и dance комод вы видели когда мы смотрели коричневую кровать комод на 4 ящика сеть и плюс у данной серии есть комод на 6 ящиков мы уже снимали его в обзоре с новинками но так чтобы вам не ползать не искать мы повторяемся но кстати у дна нет серединки нет усиления у ящиков это пожалуйста имейте ввиду но они зафиксированы в усмерть и у них очень хорошие доводчики как у дорогих шкафчиков то есть не принципе не должны вываливаться но меня интересует будут ли будут вываливаться по низу регулирующие во всех частях у всех шестинок ящиков 6 3 и 3 162 на 95 стоит 17000 материал точно такой же имеет общие черты схемы да и ключевое все-таки о чем мы уже говорили говорили не раз это выпила у и донса они очень красиво стильно смотрятся то есть мебель дороговастенькая но с учетом когда она попадает family а так уже я как сказала когда смотрели кровать она так и будет сценник становится более менее адекватным вот она белая кровать в сборке кстати а у нее ты про ящики говорил да да вот она как раз и есть ящики они не и самовыезжающие а права не прикреплены каркасу уже просто эту комплектацию не видел на сайте внимание обращалась вот пойдем смотреть виду да то есть без колесиков а без колесиков они встроенные то есть вы не можете их убавить прибавить это не доп опция как мы обычно привыкли а это встроенная опция как например в брим носи давай смотреть по глубине ящиков они две выезжают туда я смотрю надо здесь вот он тумбочка мешает кстати вообще не садас выходит в голове у меня если я покупаю прокладную тумбочку то я не смогу уже открыть да 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 то есть ты покупаешь кровать я лекару с ящиками то ты уже не сможешь использовать а здесь в сборку в комплектацию все это входит поэтому поставить по-другому ты не сможешь ящики глубокие то есть сюда например вместе за одеяло подушка и само постельное белье давай посмотрим с другой стороны хотя все ящик пользует кровать используют не все у тебя их нет например же все мы ложимся вот давайте на частоту все с телефонами ложи ну да там еще дома мешал телефон у нас вот тоже нет тумбочки например 4 кровать ящика у кровати слышно не буду то есть фактически покупая кровать ящиками вы покупаете кровать и кому с четырьмя огромными ящиками удобно но имейте ввиду особенность эксплуатации что вы не сможете полноценно открыть сейчас смотрю есть ли усиление усиление нет кордон ну как я так называю картонками тонковатые поэтому сюда не перегружает книжки и ботинки сюда не складываем на чистую постельная история наиболее пойдем покажем тумбочку мы чутко торопимся потому что сейчас сюда опять набежит народ и будет неудобно тумбы прикроватные и dance стоит она 9000 вообще для меня и мы когда в новинках про это показывали мне это дикий ценник за тумбу но на вкус и цвет фломастеры разные цвет есть еще белый то же самое двпс это видно бумажный наполнитель буковый шпот у нас один выдвижной ящик с очень хорошим стопором вот чего-чего а фурнитуре и донсу не откажешь ну конечно то же самое кстати та же фурнитура и у выдвижных ящиков у кровати так сейчас я задвину полностью здесь у нас никаких дырочек нет все закрыто размер 47 на 40 во первых вообще по тумбы стоит очень высоко как покупатель я не могу ее оценить насколько мне она будет удобно как она будет рядом с кроватью стоять хоть она по высоте примерно ту самую я не не представляю как она будет выше коленка здесь есть отверстие технологическая под провод его покупатель обычный не увидит то есть смотри я при росте метр семьдесят должна подпрыгнуть чтобы это увидеть и плюс я не вижу верхушку это ребят дизайнером нижнего у вас все-таки есть место лучше какую-нибудь шляпу убрать вангую вангую что и это будет где-то представлено в интерверах нижней ноге то что она будет уже много-много сейчас меняет локации очень на это надеюсь и что это будет ножки мы уже сказали регулируется у всех комодов принципе ножки регулируется так вот такая линейка и dance смотрится вообще стиль мне конечно больше всего понравился шкаф мне понравились встроенные ящики у кровати почему объясню пустота пространство остается можно пылюху убрать но при этом у тебя полноценных четыре ящика потому что с кушетки хэм нас три ящика хватает вот так что все постельный белье туда сложить белый или коричневый белый белый она коричневым пыль видна так давай отсюда вылезем и пойдем писать финальную часть тебе как хорошо сказал дима ты можешь посидеть постоять полежать а мне только стоять с камерой доходить за тобой как веревочка штатив в общем подводим итог да давай подводить итог мне серия нравится я хочу шкаф а я хочу все серии например кроме тумбочки шкаф кроме тумбочки а нам кровать с ящиками выдвижными не актуально потому что у нас так как конфигурация комната такова что мы не сможем использовать два ящика это вот не совсем наша история хороший да и кто тоже долго также покупать в общем мы ждем ваших отзывов и мнений если кто-то уже цап царапы как она дома как она главное в сборке потому что мы еще сборку для данной серии зубами не пробовали ты про джент расскажешь не устану повторять ссылка в описании на наш дубликат канал на яндекс дзене там же резервная копия ну пусть будет резервная копия нашего канала также есть на яндекс дзене большое небольшое преимущество между этими каналами youtube и джена это на яндексе мы выпускаем видео почаще один день по а там реклама есть ну не знаю но говорят 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 что там не так еще назойлива но зачем ты сделала чудо человек не такая слишком назойливая реклама как на youtube но не через каждый 5 секунд я цен не смотри его читая а я только публикую потому что у нас у руководителя научно-исследовательского центра нашего сайверинга у нас юрий чудичева там очень крутой канал и мне как химику я оттуда черпачу много полезной информации поэтому я не могу сказать то на дзене есть рекламу я там и не встречала поэтому там влогов нет причем не теперь после этого говорить обижайся давай мне камеру и иди машин отвечаем чаще нет влогов и выпускаем на один день быстрее раньше раньше для чего яндекс дань все просто потому что рано или поздно может не быть и тупчика и чтобы вы нас не потеряли а мы вас тоже поэтому пошлите все на дзен а не то что пошли а просто подпишитесь и будете просто задать это просто туда как бы зафиксируйтесь апреля сами смотрите на ютубе нас можно тогда же знаешь я сейчас анализирует этот обзор который мы только что сняли интересно бы еще к нему был такой был черно-белый сделать мы сказали про там пара товар мы сказали про дзен мы сказали что мы взяли и приперлись в нижнем не плана но вообще человек который первый раз попал на канал смотрит что два чудика вот просто чего за два чудика бегать по идее несут какую-то дурь вот пусть не так думаю то я скажу хэштег неуголонно просим и покопайтесь почитать и оцените пожалуйста мы нелепый опыт съемки на эту маленькую малюту почему нелепый но я ищусь не еще пока на вы я не все функции же же двумя руками но я мало было мало времени чтобы с этой техникой даты разговаривать подружиться подружиться до этого с первые минуты съемки на новую камеру поэтому зрители оцените этот аппарат как он снимает стоит ли дальше продолжать снимать на эту технику или вернуть обратно в магазин мы обратно и не вернем амишку на про две недели не сложная техника как телефон если просто не подрастают не можешь так если брак в общем не буду я в этом обзоре рассказывать кто мы кем мы являемся смотрите другие обзоры там все есть пошли дальше снимать